всем здорово друзья сегодняшний гайд у нас на кто это у нас тут это же пит лорд асгалорович ребят наконец-то да некоторые ждали я знаю кто некоторые это специально для тебя бро гайд поэтому смотри познавай и кайфуй ребят по истории данный персонаж это у нас один из многочисленных помощников лорда архимонды который обрел форму после падения легиона в калимдоре любовь дьявола асгалора к разрушению была поводом принять сделку с королем личом и помогать плете в их завоевание конце концов данный бог вот конкретно вот этот бог ада приходит в восторг сжигая своих противников которые умирают медленной смертью потому что мертвые буквально взрываются у его ног с такой силой в его руках он вселяет ужас всем кто стает у него на пути а помните когда раньше первый второй спл был когда реально взрывались но там было очень дикое количество дэмэджа и это было по фикшенам принципе ребят забудьте о том что я говорил да интересная история что это один из помощников но у нас гайд и как обычно пройдемся по его способностям расскажу что я лично качаю как качаю и соответственно какой бьют на него лучший какому стилю игры относить этого персонажа core геймингу или к саппорт геймингу принципе погнали гайд всем приятного просмотра можете там взять печенюшки чаёчек ну или просто попить колы поехали ребят итак друзья первый спал на нашем персонаже это firestorm fire шторм у нас кастуется смотрите 6 волн у нас дается вот такой вот темы давайте закастуем 6 волн вот такой вот темы происходит и наносит какой-то определенный урон зависимости от уровня прокачки и что-то еще как это процентов очка смотрите на первом левеле у нас будет наноситься 25 в дэмэджа то есть за одну волну за таких 6 и 075 какого-то берна потом второй левел 40 в дэмэдж полтора берна и 3 3 левел нас 55 в дэмэджа и 225 берна на четвертом левеле 70 в дэмэджа и 3 процента берна ребят вот эти процентов очки все эти это проценты от максимального здоровья хит-поинтов то есть иными смотрите если силач конкретно здоровый у него очень много хит-поинтов и от максимального количества здоровья у него будет вот эта периодичка которая висит две секунды забирать 3 процента понимаете то есть чем больше хит-поинтов тем сильнее будет сжигать очень хорошо бафнутый этот спелл на 85 карте ребят серьезно очень много хит-поинтов он будет сжигать 3 процента от максимального здоровья это очень много если вы просто стоите под фаер штормом да вы просто умираете серьезно ребят и по моно костам у нас принципе все простенько 100 110 120 и 130 маны на ласт левеле и колдаун 12 секунд 6 волн 2 секунды горения и 70 в дэмэджа 3 процесс 3 процентным сжиганием хит-поинтов от максимального количества принципе все поехали на второй спал а кстати главная тема можно эту тему еще развеять диффузом и в принципе бкб это тоже также игнорирует вот так вот ребят второй спелл у нас имеет свойство оцепенения которое позволяет задержать нанести дэмэдж и в принципе немного так сказать насолить противнику эта способность у нас работает примерно так мы берем нажимаем в области и у нас персонаж видите заходит в оцепенение и есть такие особенности если допустим смотрите наш иными вот так вот мы ставим мы в него не попадаем он сюда заходит соответственно получает рут и вот так вот в принципе это работает наносится также 100 дэмэджа когда заходит персонаж туда в этот круг или допустим если бы если мы в принципе направляем на нашего иными и в принципе все просто смотрите на первом ловля 1 секунда рута на втором полторы на третьем 2 и на четвертом 2 спал на секунды рута на какого-либо персонажа принципе на крипов это работает и на героев то есть на всех абсолютно и колдаун у нас 21 секунда 18 15 12 секунд по моно костом 100 115 130 и 145 есть еще такие особенности этот спелл у нас позволяет сбить какой-либо чаннелинг то есть если кто-то кастует какую-то приворовать прерва ему способность то мы можем дать ему в каст она у него собьется но во время этого рута он может допустим если это какая-то там быстрая способность которая позволит еще раз попробовать ее нажать то есть он сможет ее все равно в этом руте нажать уже непосредственно когда он уже работает в принципе вот такая способность эту тему эта тема кстати работает у нас в принципе через бкб и это кстати вот эта тема очень тяжело развеивается по моему она развеется манта я вот сейчас проверю где вот тут помо тут или вот тут наверно выскочит проверю это полного рут весь рут в принципе он снимается манта и но единственно тут еще есть такие косяки что blink dagger не будет работать так же как и другие блинки в этом руте ребят в принципе по данному спеллу все такой спел чисто комбинационный с первым спелом то есть в комбинации 1 2 то есть в принципе вот так вот это будет все работать персонаж туда захочет заходит и начинает получать очень большое количество дэмэджа в принципе все секреты по данному спеллу я рассказал а еще кстати а есть такая тема что этот спел позволяет видеть невидимых то есть если мы то есть смотрите если мы кого-то зацепили рутом он зашел у нас в инвиз он еще вот это время пока будет в руки его будет видно тоже немаловажная тема принципе все погнали на третий спелл так друзья а третья способность на нашем персонаже это аура позволяющая в ауешке 900 снимать весь ну как весь процентовочку дэмэджа родного соответственно у иными персонажей в принципе у крипов у всего что движется и эта тема очень прикольная потому что позволяет еще ну помимо того что иными будет плохо у нас дамажить так еще и этот третий спелл нам дает урон как это будет работать к сожалению абсолютно толком ничего не понятно при этом при поэтому придется у нас сделать небольшую такую тему и подсмотреть у нас все принципе способности данного персонажа ну я знаю в принципе как работает этот спелл и вам сейчас это расскажу смотрите в 900 ауе у нас дается аура на снижение урона юнитом в зависимости от уровня прокачки смотрите на первом лавле 18 дэмэджа снимает с 18 процентов дэмэджа на втором 26 на третьем 34 и на четвертом 42 процента дэмэджа от родного количества дэмэджа плюс кто находится под аура если умирает если это умирает крип то дополнительный урон нам будет даваться самому пит лорду и это эта тема очень прикольно потому что позволяет на линии не давать противнику ласт хитить то есть у нас будет урон немного больше смотрите за крипа у нас будет давать всегда 5 урона а за героев будет давать по левель на как по левель на у нас будет давать давайте я вам расскажу смотрите на первом или 30 на втором 35 на третьем 40 и на четвертом соответственно 45 урона будет даваться за героя если кто-то в радиусе 900 рядом с пит лордом умрет то есть получается сиделается fight минус 5 то получается 5 умножаем на 4 это у нас 20 и плюс сколько плюс 20 220 урон у нас будет и мы можем идти спокойно в пуш и длительности соответственно нас также будут прокачиваться с уровнем прокачки и длительность у нас будет равняться 30 40 50 и 60 секунд то есть вот такой вот спел тут об этом ничего не сказано и поэтому я взял эту информацию со сторонних сайтов и поэтому запоминайте что дается урон и зависимости от уровня прокачки вот эта вся тема у нас работает также это аура у нас работает через бкб неважно если мы попробуем эту ауру отключить пит лорд а именно сильвером то аура у нас перестанет действовать на определенное время ну то есть на сильвера сколько там 4 секунды полмон вырубает я точно не помню не буду углубляться и соответственно весь дэмэдж который мы накопили уже он не упадет но и но позволит нам отключенная аура не накапливать дэмэдж далее то есть пит лорд не будет накапливать дэмэдж и в принципе вот такого дела иллюзии также у нас будут распространять этот эту ауру и в принципе будут кошмарить наших оппонентов и все в этом роде ребят по третьему спел я рассказал все нюансы главное дает дэмэдж закрипов за героев на определенное время равностью 30 40 50 60 и урон за героя дается 30 35 40 и 45 единиц зависимости от уровня прокачки которые я вам только что рассказал принципе это все прикольный спелл реально очень хороший спелл потому что позволяет ну очень много снимать урона принципе все погнали смотреть ультимейт и так друзья а самый скажите бестолковый и бесполезный спелл вообще в доте и бесполезный ультимейт вы скажете что это ультимейт а пита но на самом деле ребят это не так ультимейт пит лорда это массовый телепорт ну да конечно в ппшках 11 с какого-то сильного кора того же леорика это конечно да какашка но к сожалению или к счастью это очень даже приятный спелл смотрите это у нас массовый телепорт для всех тиммейтов в определенном радиусе задержка телепорта у нас будет составлять на первом левеле 5 на втором 4 и на третьем 3 секунды вот это вот каста и потом все телепортируются и соответственно нас калдауны также будут меняться зависимости от уровня прокачки 130 120 110 секунд монокос 75 150 и 225 маны соответственно из принципе смотрите я покажу как это работает вы можем а в определенную в любую область принципе ты похожа крипу можем к тавру но к сожалению не можем героем потому что пишет что типа нельзя только пишет настроение или нас и на союзных каких-то юнитов и соответственно нажимается туда кнопочка допустим происходит вот такой эффект идет задержка и все определенно все персонажи неважно будь то тиммейты не тянул смысле и в сусе как не важно то есть имеет и все вот так вот у нас улетают ребят то есть не хочу нести какую-то чушь но уже если честно под устав но это в принципе это секрет ребят и вот так вот принципе всех пятерых тиммейтов четверых тиммейтов мы можем отправлять куда-нибудь или как как в принципе ну то есть можно маневрировать с одной стороны в другую или просто сделать какой-то тп out во время с драки вот эту тему можно единственно как прервать ребят прерывается у нас рифт смертью самого пит лорда если он не до каста вал эту тему а так в принципе если ты будешь находиться в астрале в юлия и ул уже теста вот эту всю тему я показывал в фишках и соответственно в юли вот в этой всей теме все ты пешится все отлично как бы и все по кайфу принципе эту тему развеять нельзя и принципе все юниты которые также у нас будут находиться в бкб и разницы нет они в принципе тоже у нас все тп хмс ребят в общем-то по данному герою все в принципе все просто спал и простые интересный персонаж менее такой он играбельный а то есть мало кто вообще берет данного персонажа в принципе и я считаю что как бы данный персонаж имеет место быть для тех кому интересно в принципе играть в доту я считаю что это нужно делать ребят также не стоит забывать что те у кого родные статы соответственно и снижение дэмэджа будет у нас больше смотрите сларк высасывает родной стат соответственно и дэмэджа у него будет снято больше так что вот такие вот небольшие вам фишечки от азеса ребят запоминайте и спасибо вам за то что меня смотрите и дай бог вам здоровья погнали смотреть геймплей и выбирайте какой геймплей лучше но я вам скажу что самый лучший геймплей для нам для данного персонажа это конечно же саппортинг почему спросите вы потому что у него такие кнопки поехали смотреть ты тот ютубер топ какой топ какой ютубер это что так ребят пока веселим наших ребят что я не понимаю узбекский это в принципе нормально это никакого отношения не имеет каким-то там национальностям что ты что я я не понимаю прекрасно понимаем ладно поселить немного ребят и поехали в общем пойдем на mid lane данным персонажем но тут есть такая особенность что этот персонаж в принципе не предназначен для mid lane поэтому ребят не советую вам сюда идти но я пойду сюда на опыте потому что мне нужно быть экспириенс и нужно будет делать как обычно 1x9 и какой понимаю я мид ютубер напишем не знает ребята шакуру можно покупать через круг силу ладно сейчас попробую я не знаю тут фарон шторма придется душить на наш оборудование забрать но тут жага в любом случае будет крутиться одна секунда рута нам тут ничем не поможет такое так ну и сэф пойдет пойдем туда ботом даже лучше потому что оба оба серьезно ну и нвакер заберет хорошо я тут захилюсь отлично все отдает нам и сэфиус мид и это даже лучше и принципе сделали фирсблат за счет фаер шторма фаер шторм очень много в принципе наносит если под ним стоять но такой спелл знаете сами по себе как бы такой спелл сами по себе раньше он был прикольнее когда он бил по товарам а сейчас он такой немного скучноватый так но я сейчас не раскликанный гол заштормим пацана качаем дэмэдж уйдем дэмэдж немножко сейчас немного поднаглеем возьмем орбу сапоги хил какой-нибудь принципе начнем парнишки напрягать жизнь 10 урона крипчики работают вау ешки оба видите за 1 своих не дает за именно за иными крипов ребят то что я вам объяснял как бы это все так принципе работает но наверное в боту выйдем будем спамить ребят и спамом так сказать выигрывать линию тут можно принципе и овнить можно и овнить в принципе тут не дам не дам не дам очень хорошо данным персонажем восхитить как видите дэмэдж немного набирается и его становится достаточно чтобы не пропускать принципе крипов вот так вот сделаем смысл такой типа крипов сметаем ой 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 рожь тут мы сейчас будем как-то вот так вот хорошо переиграли пацана а нет не переиграли хорош он очень хорошо качественно вытянул меня но я в принципе не раскликанный я сейчас чисто позиционируясь как дурачок потому что первая игра как говорится типа нужно раскликиваться чтобы показывать должные уровни данной игре там крипы уже немного конечно под мусолили хорош будж сларки идут у ха ха узб у ха ха узб пришел на центральную линию остерегайтесь его ого пришел за фиде читали ладно крабсбургеры крабсбургеры понимаю этих сларков понимаю вернее не понимаю ребят ну в эту тут сделаю файзы и принципе будет по приколу бегать и блин вот эти деревья сейчас на постоянной руине детекшин вижу на эту всю тему и сейчас мы возьмем сапог сапогу у файза файзы пойдем будет по кайфу чё будешь хокоть хокоть подраться давай подеремся хорош под фаер штормом лучше не файтится ребят очень много дэмэджа слушайте но насчет качание ультимативной на первых левелах конечно я очень сомневаюсь потому что она не такая ульта классный но как правило team fight и не происходит у нас на ранней стадии игры поэтому я обычно прокачиваю root чтобы ну полторы секунды хотя бы какого-то действия но именно зацеп вот это то есть но это как-то покруче чтобы продолжать как можно дольше по времени в фаер шторме соответственно я считаю нужным прокачивать root тоже и поэтому но дело такое ребят дело каждого конечно качаться то как надо то как знаете и в принципе любой ваш билд будет вам в принципе полезен я думаю кому интересно какие билды то есть как бы ну кто как хочет тут и наяривает давайте возьмем вардик ты пашечку юзаем шторм можно теперь спокойно душить эту линию просто смотрите как крипы сметаются и просто в пуш уходим а я я шторма то нет а шторма то нет а тут нужно хук просто не поймать промансовать и выходят толпой пацаны ну тут все тут и гешка втроем мид гонгают втроем мид гонгают пацаны втроем пятером собрались бы еще да но чисто это смешно что втроем приходит но жалко жалко ребят втроем там сларк еще попал не смог я выжить сларк еще и килинг спридит она дыбал ну ходит как дурачок роумит и будем смотреть что у нас произойдет конечно в дальнейшем я верю когда меня в толпой просто гонгает как будто я какой-то ультра сверхразумный персонаж игрок как которого просто нужно овергангать и то есть я не знаю это реле смешно окно cmk тут на подсеве конечно же ничего удивительного тут нету как обычный гейминг полностью на вы на вынос моего мозга на вынос моего мозга соответственно но давайте ждем еще приход ребятку возьмем стики сейчас апнуты сразу грыженные стики возьмем и попробуем пробуем стиков жить потому что нам тут что-то как-то по ходу не дадут спокойно стоять но я поставил сейвар чтобы видеть хотя бы чё-то ночью сейчас ночь ночь самое время такое когда ребята могут спокойно прогангивать я как бы хреново себя буду чувствовать чё тут големы небось да странно спарк на меня все я ушел пусть иллюзии работают как говорится вот там можно принципе на ботом выйти я не знаю почему этот стоит пк типа можно выйти на низ и показать что-то хорошо хорошо 80 урона на руке немного простакали мы лес аурой есть достаточное количество времени чтобы подпушить 90 урона просто с руки очень хорошо пушит данный персонаж потому что есть возможность так сказать набора дэмэджа как и сэ в принципе только немного по прикольнее соответственно счет будем восхитить но это чисто такая от гоночная штормовая было можно сказать отогнать и все пойдем наверно тут ребят скоро будет игра в кора и соответственно через грифсы и мекки и на поддержку не знаю на поддержку будет наверно скучная игра мне кажется два раза в кора вам бы зашло чем больше игры в кора тем наверно вам лучше было бы ну попробуем засейвить пацана а вот это вот этого пацана принять можно ну давай у кого шторм сильнее хорошо у кого шторм сильнее хорошо ну папа по хэдпоинтам я конечно про сел к без торрента что это что-то новенькое к без торрента это что-то новенькое но там принципе работает под инвокера тоже понять важно но без торрента это конечно непонятненько много непонятненько ребят так что будем собирать дальнейшем принципе данному персонажу обычно собирает радиенс уходят в жесткий фарм и просто потом выносят какие-то мощные слоты и начинают просто жестко души тут смотрите что у нас имеется у нас тут сларк которого в принципе передамажить будет очень тяжело на данный персонажа плюс там юрнер один один из самых таких неприятных лейтов ну и как я какой-то конкретно дизейбл поэтому нам нужны какие-то слоты такие чтобы в принципе оставаться жить и мансовать и задрачивать то есть но я не знаю тут принципе сия может зайти чтобы поднять себе хитпоинт и бегать побыстрее но вот как сларк посреди на айтемы сларка но это смешно это смешно так задувочка пошла они не будем давать задувку просто заберем чья бы линку сделал бы прям ферстом чтобы от меня отстали ребята или лотар с лотаром будет тоже весело будем делать комбинейшн новостейшн ребята поехал и формируем так сказаться хорошо хорошо отлично смелее всех гол лотарс выйдем лотар сейдж лотар сейдж выйдем хорошо можно будет просто настакать демиджа и напрягать так но есть они тут вижу засранец и не ваш да конечно наш личный мой тени всегда запускаю тут надо бежать со всех ног бежать надо со всех ног можем если лотар можно будет пообманывать немножко хорошо лотар равно неуязвимость ребят не забывайте на 11 качну конечно ультимативно чтобы можно было как-то позиционироваться хорошо лотар это такой универсальный предмет на самом деле на все на любого персонажа он подходит ну к примере кроме конечно баунти хантера реки мару и соответственно пойдемте руну заберем хорошо сэмко фидит сэмко фидит как может мне нужна руна тут по-любому я уже замахнулся фаер шторма дать call me tower заберем у нас принципе я сейчас от этих крипов тут они в ауешке мрут по 5 демиджа у меня 100 урона просто тут можно собирать пуджа нету выхукать некому поэтому можно смело забирать далее пойдем наверно в какой-то еще один такой приятненький айтем так душу то вы разобрали как говорится поехали дальше башек что-нибудь такое интересненькое башек его побежали пробежимся теник там под флуксом и тут сейчас пол лица отлетит у него на самом деле с бэкстэба фар штормом не попадая но с руки попаду точно хорошо будет ли камбэк как от сларка вот это конечно интересно хорошо но как видите у нас всегда урона достаточно чтобы было интересно играть эту игру прикольно один к боль стоит вообще что он тут делает работает наверное дурачок на азессе радиенс отличный артефакт для данного персонажа будет давать промах плюс хороший демидж запиливание что действительно будет нам помогать агрить как можно больше крипов собирать урон идти в файты уверенно и слаженно принципе ребят пуджа транквил немного неправильно инвокера сделала что за юлил себя нужно было юлить пуджа и давать ему проказ ну или убегать тупо и все в принципе килинг спри у нас делает кто там джаггер да ой 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 это плохо это плохо ребят ну там цемка знает что делать цемка там вардит и наверное будет какой-то интересный тут сюжет игровой на ботом пойдем соберем руну закинем фаер шторм на миде и я не знаю вардить надо команда вардить не будет тут команда тут вардить конечно не будет да видимо не тот хен пацан на карте мидер ходит 6 1 а инвокер ходит сколько 5 3 3 понимаю санстрайком подавивал думает очень страшно я привык к негативу в свою сторону в свою сторону к негативу я в принципе привык уехала хорошо ну я считаю нужным продать себе щиток вот этот вот так вот сделать зайти лотар 90 урона есть можно просто не знаю возможно там есть твой инвокер кнопку щит будет нажимать хорошо пойдет 130 урона добрый вечер мидасит гоу т2 инвокер в леса ушел гоу т2 130 урона почему бы не попушить ребят хотя в принципе уже путь шереснулся не вижу смысла идти давайте попробуем сейчас заберем руну 3500 на кармане пойдем возьмем сакры вкачиваем минус дэмэдж минус родной дэмэдж ребят сларка тоже ну по сларку прикольная эта тема работает потому что у него как вы видели со своими кнопками с эта тема сочетается наверное это не тот инвокер который наггинг да так но есть сакрыт хорошо пацана надо взаимотролли так сказать есть сакрыт так ну понимаешь джагаша кто-то тут есть потому что кура полетела см к зря так много кнопок в нее я бы тут загрыз но тут проблема у меня джаггернаут тут с маднесом ну маднес он бы уже догнал меня тут на самом деле так ну не знаю будет ли тут хукатин но у меня есть такая кнопка такая кнопка даст и поздно соответственно уходим просто уходим просто уходим просто ребят задувочка пошла хорошо как раз руну и пойду на топ сларк лотар даст хорошо кого побежали так копейки остаются the radiance the radiance потом можно будет выйти в принципе в какой-нибудь интересно тени даст прокаст отлично хороший я боюсь я сейчас застанусь так ну братан можно это мне пописать пожалуйста спасибо спасибо но там все это рандомно было что мне до radiance а тут копейки radiance это отлично хорошо ну пит лорд такой персонаж конечно бегать по карте душить напрягать и надо бы ультимативную в качество и файзы ой найс хорошо так как эх кунка кунка профессионал профессионал так что там сларк и сэфиуса бедного гоняет второй клеймор взял сларк а не подождите у меня баг был какой-то ай да у сэфа клеймор ребят ну не судите строго первая игра разыгровочная как говорится сларку чтобы пофигить хорошо погнали лица собирать дэмэдж 180 урона алло алло 180 урона это шо такое с фаер штормом да конечно стакается жестко ребят это смотрите у нас там юрнера с маднесом я в принципе его за пару тычек убью если я щас нас так и дэмэджа дэмэджи тут честно стакаю это просто к маме не ходи и к бабушке не ходи карманы не шпионь так сказать бабушке карманы шпионель сларки страшные какие-то выходим с инвиза так как нам это дает люди сами знаете я уbu губ ю до Hyo мотив на нажимаем ансуем чтобы еще сейчас марка заберем лучше класс당 бы не забираем ребят мне нужно заваргаться и и гибат как ног аптем интимная конечно такая универсальная у нас пока Евтогнов летает он мне слышно см 0esse frс и такое дай первый один дай 11 лфк 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 1 пожалуйста дай тай блогу файтится ребят есть вардики сейчас будем душить развор днем сам сларки сларка я вообще в принципе не боюсь функи тарабы корабли торренты рожь эх но тут мой файл на самом деле могли так забрать беги от чего он умер неужели как вообще ну просто как дела и к данная смерть из ларка потому что я же рядом был радиенс плюс запил двухсекундный от фар шторма а как же это все ой 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 я тут наверно отправляюсь поехал и продаем стики заварнемся потому что нужно идти заварди там все все леса и бкб сделаю линку линку бкб в пятером все на низу пуджи конечно уже конечно я не могу зарубить и ах чмо на инвокере стилит постоянный думаешь что крутой расстилит но я не знаю три листи вы так я просто начинает подгорать когда я начинаю все делать за свою команду именно в ардинге вот эта вся тема так но видели тени лоха пола но он наверно на базу побежит конечно же если его за рутью конечно это будет гуд но нет кусочек камешка хорошо сларки отлично гау 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 ух уж эти инвокеры доводят меня до слез реально серьезно напрягает когда байбай конечно идешь за фрагами какими-то которые тебе помогают возвращаться в то что ты байбайка что ты просаживаешься да это понятно но ты же не просто так нажимаешь байбайк чтобы пойти что-то забрать соответственно уджи полаганима имеют у нас я не знаю что тут на самом деле линку башеру парниши есть на джаггере знаю тут нужны айтемы какие-то серьезные радианс чисто для фарма нужен но убьем тут его щас только вот куда он побежал все он бежит там за эту флакс 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 нету будет самого тут раздамажим хорошо good game напишем сф молодец хорошо сыграл принципе ну ушел лотар помансовали побежали забрали помансовали забрали и хорошо я уже вижу кстати как инвокер а если он является моим подписчиком не обязательно пишет команду команде ты меня чмом назвал ты нечестный так блин но зачем стиле то ё-моё после байбэка на соли если байбэка там мощно куру мощно вот она вот она вот она рыбовые мечты фаер шторма туда сразу у меня есть кнопка еще которая позволит мне быстро бежать о камень такой стоит посреди деревьев как его тут не заметить кого так на всякий случай сделаем будет поприятней поинтересней по прикольней кстати сию тут собирать нет смысла можно апнуть лотар бить больнее вырубать пассивки кстати гаурили вырубать пассивки это круто мразь и мха ссори мая поизвиняемся обязательно надо поизвиняться но это тоже таком роде своего рода троллинг можно сказать так а ты чё выживаешь что-ли это серьезно умри и и и и и не понял напиши так начинается там team fight какие-то путь что он только рот раскрыл чтобы укусить кого-то но тут его разберут цемка сейчас там такое зарядит ребят это у нас отлично в одну помиду и на низ побежим вар кстати сняли все уже нету можно не идти туда дальше слаг тут вижу нас ларка есть я просто леса тут пропылесошу я возьму линку наверное пойду файтится потому что линка позволит мне в принципе чувствует себя более приятней что ли лучше не сможет кушать куда приятнее будет и комфортно хорошо нифига у меня нормально дэмэджи уже не знаю не знаю но хош этот теник обманщик не знаю куда он побежал конечно наверное сначала мансанул назад или тупо побежал сразу влево тут конечно уже история умалчивает а это уже совсем другая история вот пассивка его очень страшно кошмарит мне на самом деле пойдем руна возьмем ребят 5300 на кармане и и можно даже кирасу сделать и просто файтится вон смотрите без хп стоит отлично отлично я знаю что я сейчас буду делать буду бежать как животное на низ просто за рутим где-то сюда хорошо опечатка немного недоигранном можно сказать я попробуем поискать может это все равно в лесу остался данный наш персонаж каменный кстати хейст тут намного меньше на этой карте идет ребят на 309 на 309 даже до 308 реально намного меньше ребят на самом деле сейчас дилемма что собрать денежки есть мозгов нет потому что как бы все нужное все нужное все в дело в работу как говорится все гол отсюда вардик поставил на теники так можно сделать манту шапалаха дал варду манту можно сделать можно сделать баш кираса манта манта прикольным будет артефакт тем что я смогу более мобильным быть плюс подфармливать и апнем себе лотар плюс купим себе ой-ой-ой сейчас умрет дурачок там дэмэджа там неистого санстрайка просто на экзорда в северку плюс сагани ох что-то ты навокер так ну самое время ребят пользоваться ультимативной самое время пользоваться ультимативной у братишка я тебе покушать принес братишка камешек ай есть манта ребят манта кунка без торрент это конечно забавная тема он к так хотел сплэшем ударить вот так и не ударил так и не ударил цемка там молодец ребят учитесь цемки цемка вардит все пытается сделать для своей команды но тени видите дурачок там все дурачки честно ребят ну напряжно до саппортить именно поэтому саппортить на 1к то есть как бы ну тяжеловато ну тут где-то 3000 поинтов я играю что у меня аккаунт 3к сейчас гау на миде задуем так сделаем побежали 200 урона ехала можно цемочку там встретить хорошим момент спит у нас кстати в инвизии то это радует колбы мы будем снимать кнопками своими ауди сюда давай подеремся крутится парниша крутится волчок но сейчас будет руд хорошо там я уверен что попал стопроцентно конечно просто попадаю башер еще можно сделать в принципе тогда нам вообще будет абсолютно плевать на всех джаггернаутов потому что парень на джаггере вроде дамажит да через омни слэш но более толку нету хорошо чисто какая-то зубодробилка пожалуйста дай пройти это что такое не могу ботал продать чтобы полететь на низ и зафармить крипов божечная божечная мана не хватает ребят тут шива прям шива или линка что-то такое она спрашивается на данного персонажа вообще раньше его собирали через не кровь умеку и соответственно аркану и просто ломали все стороны но смысл в том что билды существуют разные это все мы прекрасно знаем но приколюха рили такая что как бы тут пошли в коров кори тоже принципе но забавно безусловно так нам нужно поставить эту штуку потому что не хочу остаться без яиц конка молодец работает моих грибчиков фармит умничка сейчас сказать еще можно только похвалить имейте который постоянно старается стилить как инвокер инвокер тоже принципе чё-то делать не хочу сказать что он прямо оверх хреновый но когда бэк носа конечно этот стил фрага я еще специально хотел ее за рутить ее тут же смерть моя причем у меня не будет маны на то чтобы по файтится с ним на основном это шоу нужно мана на лотар и уходить просто все у него shadow dance а нету в принципе можно на характере на характере просто пацана убили 17 минут у инвокера в принципе да неплохие с 18 17 его 34 минут принципе неплохие слоты но как бы 22 уровень у меня но я строю с центральной линии вышел как бы там плюс медас плюс страйки но не знаю не знаю ребят то есть тут как бы как бы такое такое так есть у меня в принципе варты считаю нужным взять сейчас какой-нибудь можно шиву в принципе 4 700 не хватает принципе небольшого количества копейки есть у нас ультимативно кстати поехали под этому крибу я думал зато сейчас собой возьму покататься так сказать чисто шиву ребят то есть но в кор в кори да и шиву вроде как-то странно до выглядеть будет но у нас персонаж принципе такое ману требует ману требует можно будет принципе использовать этот артефакт как ну как серьезный артефакт я не скажу что это такой слабый артефакт во первых он и магией в принципе поддамажит и армора даст и атак спит замедлит а это тоже денег у хрэм у хрэм так ну я готов на самом деле пойти подраться с такими айтемами не прям аж интересно пойти подраться против того же джиггернаута с 1300 1000 с 1 1300 хитпоинтов но мы сначала конечно погоняем леса тут немножко покошмарим так сказать кошмарим сладко у нас тут нет задувочка возможно где-то еще вард ребят извиняюсь тебе извиняюсь это просто маленькая оплошность это маленькая оплошность это так сказать недоразумение был она как уж креветка вот на креветку пойдем сфу помогать хорошо дебафим колбу надо дальше бить 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 хорошо вот она вот она вот она рыба моей мечты ой сларки тут еще сларк сейчас будет вылазить на не попадает паунсом в окно выпрыгивает просто ну можно тут у меня принципе 265 урона мы я могу похотиться я могу похотиться братан ты сгоришь сейчас на работе кстати смотрите есть эффект что товар как будто горит но дэмэджа не наносится ой 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 неправильно я навязал но не думал что там даст и не думал ребят штандаст думал что там даст печалька кто знал что там дораста выводно поехали немного разворотим дрозды вардим я многие постоянно спрашиваю почему ты постоянно байбекаешься так блин но на 85 карте можно байбекаться в принципе приоритете тут файты и то есть эти постоянные байбеки это принципе норма так но стоят тварды я вижу стоят варды то есть нормально в принципе байбекаться тут нормально ребят то есть и голда идет в принципе и пофайтится можно то есть я считаю то есть как бы ну байбеки все это дело такое наживное то есть я прошел там под фи под видел немного подфармил по ботому немного прошел что разворужу сейчас и буду себя чувствовать более комфортно и тушить я буду не менее не менее слабо топ-тавр разберем частенько там нами не принимает и на next буду знать что у пуджа просто там ситуация была такая что особо я бы наверно ну успел бы конечно прочекать слоты но тут конечно же моя ошибка моего микроконтроля ему то есть я не прочекал не убедился что там нет детекшна сразу принял решение заходить в инвиз и сожалению зашел в инвиз и соответственно поплатился так ребят ну хочу апнуть лотар лотар апнуть хорошу уже хочу убить очень сильно диспейли хорошо хорошо комит ребят тарасочку бы к этому этому и тему еще к этому закупу закупу ой-ой-ой-ой-ой 300 демодж 300 демоджей просто нарезание тавра я не знаю этот герой просто после минус 5 после файтов минус 5 этот герой просто этим пушить одно удовольствие ребят просто одно удовольствие я бы на самом деле тут свалил бы тут слишком опасно слишком опасно ребят уходим ведь спушили достаточно ведь спушили достаточно тут больше не хрен делать так есть у нас принципе silver это хорошо silver это хорошо сюда направим хорошо по монетели немного фальшиво монетчики да 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 не не то дело чем вы могли подумать хорошо отправляем курочку сейчас на базу вот так вот сделаем быстренько зафармили и убежали погнали за и темами холи щит делает инвокер молодец 15 на 3 прям затащил будут ребята в комментариях конечно писать затащил инвокер молодец но что-то кнопки он как-то комбинирует все равно может поэтому реально молодец то есть обычно заходишь у тебя в команде мягко говоря не лучшие игроки а тут как бы инвокер что-то соображает даже молодец принципе молодец так из эфиуса там ломают черепах ученик не передамажил не передамажил теник скади скади мад нас закуп такой знаете 83 карты на самом деле так ну что ну что инвокер будем овдить но инвокер на самом деле по слотам идет какой-то разлад потому что как бы 41 минут и он в принципе доминирует и не сказать что прям овер у него крутые слоты с мидасом аркана но от беда как говорится аркана и not bad кого по этому я барош пошел меня твой беком так ладно раз уже подходим к рампе тут в принципе безусловно на из корабли пошли видел хук но что-то подозревал что не достанет но все равно хекс и почему пуджа хекс что серьезно пушаете хорошо возвращаемся и сам себя блочит своим же питом свои же иллюзии ну вот тут просто шансов нету пацанов шансов тут у пацанов нет вообще можно будет слетать на базу и я не хен пишем такого инвокера мне в команду не надо который будет писать постоянно в игре не люблю людей которые много пишут в игре на самом деле можно писать в рофл но как бы такое так рили погнали ваш что ну го что ну го или чё понимаю настроение на алид юнити строение хорошо поехали дальше эх ну не дали поиграть по кайфу я не знаю ребят нужно будет сыграть вторую игру тоже прикольненькую какую-нибудь и принципе вот такая первая катка через шиву даже баш я в принципе не использовал чисто для картинки будет ладненько поехали next так поехала на старая катка а хейтеры скажет что это пиво а я скажу что это кока-кола ванила ваш здоровец ребят чтобы вы понимали да покажу чтобы как бы не рекламу чтоб не подумали что я какой-то там алкаш сидит алкаш алкаш аркадий аркадий алкаш ахаха смешно не смешно ребят потому что очень жарко в комнате и соответственно если не пить прохладительные напитки то соответственно голова будет кипеть и дотка будет долго загружаться ладно поехал и так ребят продолжаем сегодня то что так долго грузится но опять там у кого-то калькулятор кто-то с домофона заходит в доту и пытается сыграть хинозисом понимаю загрузились у нас есть есть достойные мидеры я принципе пущу на такую извиняюсь это уж лишнее уже пущу на mid lane кого-то но тут принципе все-таки по моему она дома 7 человек зашло подписчиков да он ли 85 играем потому что шоку не вижу смысла полму все подписчики в с все подписчики в с так но дают центрально но тут принципе нет смысла что-то тянуть кота за яйца кота за яйца пойдем тут через мекку через грифсы я тут сапа уходить буду грифсы мейки там ребята понимали что дамажить я тут не буду не удивлен принципе что один из подписчиков взял с ларка чтобы изи победить как-то говорится но если если будет ультра тяжело я опять уйду в дэмэдж типа я не собираюсь проигрывать в принципе на таком персонаже очень много тем же вновь ребят также еще прикольно качать 3 на первом левеле если если на руне не было никаких файтов губ химику поможем химику тут просто но легион тени и сларк вот просто нету головы у ребят потому что лично сугубо мое мнение но возьмите вы на чем-нибудь интересно поиграйте они все вот всегда подписчики все каждый вот 90 процентов подписчиков которые играют вы с меня они стараются взять каких-то персонажи именно вот сларки там тени всякие вот вот эти вот все вот легионы то есть минимум кнопок максимум кпд то есть понимаете вот вот а ты попробуй на пит лорде сыграть запиши гай попробуй это тяжело это тяжело это реально тяжело ребят персонаж этот во первых он зависимый от команды да он зависимый от команды если команда сосет очень тяжело будет комбетчить и соответственно правильные артефакты то есть именно артефакты поддержки если на данном персонаже будут то будет конечно же полегче но я тут уйду фулса по ребят все у нас есть у нас есть ли у рек но тут если печалька будет в 3 сразу с ларку не будем тут ничего давать не хочу с ларку ничего давать просто эти погоняем с ларков или не будем хорошо 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 стараемся сларку по минимуму давать фарма потому что дальнейшем с ним будет тяжело еще 30 демоджа хватать так сказать тут товар щас меня конечно же больше палашить хорошо прогоняем пацана шторм берем но сларк если автоматически прыгать на меня типа там смерть он тут понимаете тут нет такой темы пид лорд не даст размениваться по хитпоинтам именно прыжок там как правило прыжок там слаг прыгает и все эти по все умирают нет тут такое не прокатит потому что пид лорд это не позволит фаер шторм под ноги принципе все на этом всему вы ничего не надо я же сказал уже спасибо в принципе всем увы который будет делать сларк это все эти всему прекращаются с появлением фаер шторма то есть шторм кидается и все то есть как бы сларки до свидания возьмем сапог уйдем в аркану сларк тут конечно ничего не видит на миде могу смело заявить можем даже подоглеть немного он пытается переагривать постоянно я другого варианта нету хорошо варианта у него нету эх ну не хватает немного дэмэджа чтобы слить этого паразита подправить в таверну монопол просадил но надо тут подлост хитить хорошенько крепчиков алло да да не интересно спасибо вот сегодня сейчас самое время звонить мне с каких-то московских номеров здравствуйте мы там хотим вам сделать зубы которые у вас отличные но мы хотим вас пригласить на бесплатную консультацию но это вам будет стоить 10000 рублей спасибо спасибо очень очень важно очень нужно и как бы благодарю вас за такие звонки подписывайтесь на канал азиеса и ставьте лайки так но сларк у нас третьего левела по-моему сларка боссом мягко сказано что он у нас а боссом потому что эти немного подамажим его потому что у нас баратрум бежит есть инфа есть инфа что бежит животнич потому что она я по т.е.е.е.е. у него-то прыжка нет как говорит бальтазар сказал бальтазар поехал баратрум страшно страшно вырубай страшно вырубайте не и не страшно вырубай вот так вот ну сларк в какашках честно сларк кирилл остичен так сказать гаудла варда в тайный магазин тайного покупателя и молодец баратрум принципе пожертвовал собой но так сказать во благо человечества и наверное ребят будем тут все-таки рут брать рут и что-то как-то с его вот собираться нужно будет но чисто на макро понимание сейчас будем собираться там чё-нибудь типа арчи бене арчи ты то есть но но не факт что будет торчит в этой игре но я постараюсь сделать потому что потому что тут как бы дело такое что нужно будет как-то контрит сларка легиона и соответственно подселивать свою команду но тут тупо в сейф я уйду потому что core gaming мы отыграли как видели я там с руки всех просто пенетрировал и соответственно не вижу смысла идти сейчас уже в дэмэйдж но если будет тяжело я уйду в дэмэйдж уйду ребят безусловно безусловно ребят как бы кстати ребята вчера прошел гейминг азы в с на гинга и что вам хочу по этому поводу сказать на гинг может выиграть азу но тут проблема в том что проблема в том что на гинг такой человек можно сказать сгораемая сумма потому что он он тильтанул и просто начал ребят но мне тут нужен хил поважнее чем там на какой-то линии он сгорел и соответственно из-за этого проиграл то есть там миссы очень много было миссов с лоу граунда ну а за тоже как-то непонятно отходит постоянно крипов потому что минал чисто миссов там становится ультра много постоянно стоит в лоу граунде оппонент и соответственно это приводит к лузу вот и как бы ну а за в принципе тоже хороший игрок но что тени я ненавижу тени если бы вы знали как я его ненавижу ребят но самое время покупать хидреску идти в ганге потому что как видите загуливает моя команда или продолжать фармить на низу я честно не хочу не хочу ребят фармить продолжать можно найти легиона можно вода лего пришел уже догоню ли я или нет и догоню бара тут заберет разберешь б б б б у ли у скелета там третий уровень о чем речь чем речь третьего уровня скелет б бежали за изоле хил очку не знаю правильно ли я буду делать и сейчас буду уходить ребят фрифраг ходячий фрифраг можно я за стилю спасибо мне этот стил просто жизненно необходим пойти не дает свои две кнопочки убивает соответственно а если блюти не интересный персонаж просто хилинг спри за две кнопочки может сейчас принципе еще обойти по своей инициативы принципе меня убить то есть тут ему а проблем не составит а у него там аркана у него там тасс будет я не выживу весь он затосит чаржи 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 братишка хорош хорош молодец умничка просто хейст хорошая руна ну сларк смотрите подписчика я принизил вообще страшно страшная сила но мека почти есть потом тупо в грифсы и поехала по сторонам сторона душиловка вот это все баффы крипов подпушим немного есть дэмэдж поехала уж уж брат братишка просто запущем и уйдем не очень сильно хапанули надо отойти тут и не пришел просто две кнопки нажимает и все умирают хришо делает руинить сларк но забрался ровно но я тавр заберу есть мека очень хорошо фармится на самом деле что я могу сказать ребят давайте апнем левел сейчас есть мека химико нормально там сама фарминг парнишка тени конечно отвратительно делает я бы не знаю зачем он сларка кину честно честно не знаю реген был бы был бы прекрасно монетка все идем на базу решено и химика как там дела ребят можно еще химику подстакать в принципе я не знаю что у химика там 300 ну слабовато конечно но хоть и то есть то радует хоть и то есть есть или портейшн на его стейшн есть blink blink tp иду ребят ай-яй-яй-яй-яй я не успеваю просто под файр штормом он но просто идем дальше 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 бро есть дэмэдж все есть нужно идти душить нужно идти души все возвращаемся кушаем уж данный персонаж просто славится тем что у него дичайшая поддержка уши джага вообще нельзя сюда подпускать начинает крутиться это хорошо это наш клиент какая кнопка была нажата ах ты такой засранец найти не приходит дает тени на сильный тени носи сильней сильнейший тени прям молодец прям молодец сильнейший тени зато у меня в лесу два персонажа стоит он нужно чтобы нужно собираться ребят собираться собираться вместе втроем резрак сюда давай призрак братан не тупи вместе химоса там гоняют химик армлет нужен чтобы тебя не гоняли чтобы тебя просто боялись видит что у тебя армлет тебя сразу чарджи латар там латар ребят не успеет он ничего тут нажать к у к у к у к у к у ребят арканы есть все поехала meet bottom tower поехал 3 вкачиваем такая вот именно вот эта суета должна быть у то свидетель как суета gaming пошла хорошо далее 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 то есть вот это вот это правильная игра запит лорда вот именно вот эта игра правильная игра потому что вы я стараюсь как-то поддушивать нужно именно вот тут этого цвета то есть мы должны собираться вместе эти ламать табора то есть у нас есть возможность у нас есть два основныхead позволяющих нам не ходить на базу не ресторить ману и хитпоинты соответственно и то есть такой смысл что нужно этим пользоваться и соответственно это будет нам на руку но тут конечно стоит сейчас уже опасно потому что могут просто прийти в пятером и нас принять еще как не как-то 2 плюс у нас нет никакого отхода поэтому рекомендовано конечно будет отойти от конечно рекомендация такая что нужно уходить и принципе сейчас у нас будет уже гривцы основной саппорт айтем гривцы на 14 минуты на минуте это очень принципе хорошо я считаю да топ гол сюда подойдите поехали ребят ехала хорошо ехали ехали ребят т2 ты один гол т2 говорю оцеливаем нашего тиммейта отличный под сейф просто я считаю что этот под сейф чисто собственноручно произведен хорошо правда я вашу летел вот отлично вот это просто эта игра в сапе и ломаем просто смело 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 40 сек т2 вот это уже правильная игра на пит лорде я думаю такая игра вам больше понравится нежели чем просто показывать какой-то бестолковый тимфайт тимплей когда вот вот это сама настоящая игра на пит лорде ребят это как в топ тбш как берется то есть но в топ тб не берут этого персонажа он а.б. потому что им быстро выфармливаешь вот эти артефакты меку аркану и поехала просто но боятся этого персонажа в топ тбш как поэтому как бы понимаете вот сейчас мы просто спушимся товара нас отличная сил химикоацид нет так мид мид не надо туда леончик поймали так ну стан отличный стан от леона но я тут захайтил его я я я я я но есть у меня грифс грифс есть печалька не забирает ребята но очень много миссовых кнопок я уйду лучше слишком далеко ребята пойти там а это драка не увенчаются успехом как говорится и мы сейчас чуть подфармим возьмем еще какие-нибудь такие боевые слоты типа лотус орба есть там что направлено легиона ультимативная в принципе направленных способностей там ни хрена нету и принципе я не считаю что нам нужен тут лотус только если чисто так снимать негативы какие-то опять-таки какие негативы си там как таковой негативов то и нету ребятку т.п. купим и надо далее 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 и так далее и так далее интересно интересная игра вот это будет интересная игра такая то есть вы знаете ну именно у нас ливари присущий фарм понимаете мы вчетвером собрались мы из-за пит лорда настолько сильно себя чувствуем на линиях что это как бы ну позволяет нам реально двигаться дальше двигаться дальше ребят а вот линку а вот линку я бы тут собрал потому что тут легион игол мы вот так вот закупим вардики зато мы сильные там смотрите там тени хочет прыгнуть хоть хочет прыгнуть но ребят т2 можем т2 можем смело алхимика есть радиенс но 900 хитпоинтов но есть есть грифса и можно принципе идти гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау надеюсь на меня не на не прыгать на меня джаггер ребят очень плохо было кд было кд было кд ребята а чабара отменил разбег да молодец красавчик просто лучше какие-то непонятные файты продолжаются на самом деле так ну за рутим пацана но крип и крип и не дадут тут пройти я за рутил его ребят он принципе наш парень хорошо кто там афк а понимаю понимаю то есть теории вы примерно должны понимать поехали теории игра на пит лорде именно проходит так когда в пятером собираетесь и просто вот это начинается душиловка вот это страшно именно душил слушайте ну нету там линь линка уже в принципе не нужно получается раз легиона нету соответственно и линка не нужно а я не знаю я уже персеваранс купил я уже персеваранс купил этом проблема ребят но придется собрать уже можно принципе в бф но это же игра и кнопки кнопки жми туда кнопки хорош 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 он же не будет крутиться если бы он зашел крутилка лотар да 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 так ну все тут в рошана тупо овка молодцы ребята правильно именно вот это правильная игра когда вот суетимся и соответственно молодец понажимал кнопки ну то есть как по советам хеназиса понажимал кнопки молодец тут принципе логично что нужно жать кнопочки у рошана кстати демоджи смотрите нету тоже отлично снимает из house демоджи даже снимает даже эту тему аура работает смотрите как просто это все работа это дикая тема на самом деле так мы по хитпоинтам я чуть-чуть просил очень страшно идем дальше монетка химику бери монету химика все равно особо демоджа нету форме бери я немного поплотнее наверное буду хотя смотрите у него худ я хз уже я сомневаюсь но резерак пусть берет любом случае мне некуда ложить так но есть у нас рифт ах ты скотина охот этот тени но я возьму сейчас куча сан 3 бестов просто чтобы этот чел не играл в эту игру ребят но вот это тени это тени который нажимает несколько кнопок молодец сильно играет парнишка умеет две кнопочки жать лотарчик да герочек купил красавчик мне бы тут тоже кстати хуй хорошо зашел pipe просто от прокаста и от фингера было конечно неплохо но это саппорт гейм в принципе мне разрешено умирать тут сколько влезет не обязательно прям там овер овер повер так ну дарпак должен жаться жмется дарпа сразу идет shadow dance на бежит бежит просто он прыгнул и за ним а чё отпускаешь ты его лол бара просто взял и отпустил его ребят вот это конечно такое себе не понимаю не понимаю но надеюсь мне тут хватит подфармить она арбом чуть-чуть до арба еще мне арба нужно чтобы немного уплотниться потому что по хитпоинтам как-никак у меня проблема 1300 хитпоинтов но у меня за счет мейки за счет грифсов и чуть-чуть побольше этой системы хитпоинтов соответственно хорошо косарик есть можно поесть а емко алхимоз немного пастынь почилим возвращаемся на линию хорошо хватит ли нам на урбу хватает отправим в боковой магазин так вот сюда гу ставим за варгин и пойдем в атаку наверно сейчас она уже в этот магаз от шлем кау и сентри ребят вытолкнул вытолкнул серьезном 10 и не сейчас не будет давать прокаста у меня она понимает кого же он еще может дать побежал я тут все сентри просто стоптал пацана которого мы так и не убили сюда бай байк джага да вы запарили две кнопки о мне слэш сразу все в меня все в меня не удивлен просто не удивлен своим подписчикам но я в принципе стоял так пошел вар детей ну а команда конечно же ушла алхимик мы могли сейчас зайти на мид принципе алхимик ушел почему почему-то алхимик ушел а также еще кучу с м3 окей сейчас зайдем уже просто опасно да опасный против крипов всех в гроза лесных крипов просто отвечаю вам так ну ладно пока митирую зеркари зерк что-то там не доиграл немножко обахнулась тут алхимик со 2 гроза лесных крипов стоит на здесь даггером фармит лесочек все хорошо у него как бы все прекрасно молодец парень хорошо соображает так ну я хочу сделать здесь т.п. ложечки ложечки есть у меня есть кнопки ребят но неужели опять он уйдет но кто-то я не знаю это просто какое-то дерьмо ребят но я сколько уже вижу на покупай и а толку как бы толку кстати ни хрена нету честно вам скажу так на убивает все равно там до пацаненка дайгер вот сюда сделал ли варик тоже там 020 в лесу потом 07 сларк 07 ну пошел со мной на медлайн соответственно вот тебе результат потому что пит лорда во второй доте вообще пит лорд опаснейший я не знаю мне просто миллион детекшен она дала но что вы там делаете ребят но не серьезно не серьезно душем медлайн я умираю на миде ступ тупо специально чтобы идти медлайн там все в таверне они просто фармит где-то по сторонам стоит афк ладно ли орик дурачок а но он не поймет и того что нужно играть они фармить с даггером покупать то есть он посмотрел то есть что в принципе ну ну как бы вроде как бы нужно собирать да но у меня нету кнопок ребят нету кнопок я не знаю нету детекшена вижна нет угол вот сюда я всегда не хочу ставить встаньте сюда аркану дам далее будем закидывать фаршторм сюда потому что он чисто так уверенно прыгает парень так сделаем так химик без формы но я держу рут просто не нажимаю рут лишний раз так на будет прыгать хорош прыгнул за рутил нажимайте кнопки ребят но когда у меня когда у меня голова вот этого цененка но нету детекшена опять таки и у меня просто детекшена не хватает просто детекшена не хватает кура летит с детекшеном просто какая сила смотрите именно ну то есть мне я собрал один только только артефакт который когда что на 40 секунд и мы тупо стоим на миде и просто бурим я не знаю можно сразу и низ то есть щена из гол 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 ребят но у меня сейчас если опять сольют это будет арирую просто почему не пошли в наглую ребятами я не так молодец не сбривает вас парня в наглую ребят но поехали 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 сильнее сильнее ребят нужно нужно ребят сильнее я сейчас наверное запушим этот tower я поставлю тут варбе поеду за дурочком слетаю потому что это не не серьезно так слетаю за чувачком потому что это поехали хоть подерешься хоть один асистик запарил ты стоит фармит гол файты файты ребят файты он ли файтинге гау пушу принес так сказать братишка но папа уж пожалуйста немножко чисто привез тиммейта который тупо афкшит и топ идем это просто смело топ ребят эта игра на пит лорде пит лорд саппорте называется и чисто если команда не дурачков то это очень изи катки так но понимали орик свои стихии в принципе помогаем но тут это чревят чревато тем что мы чувствуешь я сдохну из-за лёрика этого потому что он сейчас дома вот сюда ребят вот сюда близ близ гау да вот скелетончик 0 3 на на видел немножко так сказать даже не немножко но нету когда у меня какой там камень смотрите жесточайший вылез вон он заритиша делает парень на джаги стану на хорош давай 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 одесса антричок осин тричок то пропал shadow dance на меня пошел пошел shadow dance не попадает прыжком а я я идти не тут выходит я тут буду просто умирать но это просто смешно потому что просто смешно я не знаю пацаны и думают чтобы она покупали лотаров но мне не хватает рук просто покупать по кд центре потому что ребята ошибаются немножко не цепляют тоже и гону гау ребятку закончим эту игру показали игру саппорте просто мне тоже тут ну чем дальше тем хренове на самом деле команда молодцы отыграли все лучше лучше хорошо принципе отыграли кроме кроме леорика леорик вообще какой-то это не его игра ну давайте 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 есть detection и все втроем таки встанет а что это такое за каменная тут стоит у нас какой-то страшный камень на бежит он бежит там хорошо попадает он результат у нас пилой молодец ну вот с резерком можно идти в куш с резерком в пушить и конечно это хорошо так но главное легион заставить не за станет не ли он и конечно который играет а легнувшего легиона гау 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 ребят не надо там играться в принципе можно поразминать там и поразвлекать главное запушить и все найс саппорт и саппорт чисто пушаем пушаем братишка гау мы закупимся вот так вот сделаем так вот курочка для картиночки надо же типа саппорт да типа чтобы было показано что саппорт даст и смог смог и курочка вот так вот 4 слота запенчаться для для красивой картины киша но чтобы видно было что у меня как будто полные слоты нет это все хорошо молодец там 3 полкил делает у нас силь собаки рош гернаут бегает в инвизике знаешь что нужно кнопочки нажимать хорошо ну вот такая вот карточка у нас ребят саппорте вышла такая карточка в саппорте ну и смотрите в общем то по самому геймплей на данном персонаже я считаю нужным что необходимо идти именно саппорта потому что в саппорте на данном персонаже более профитно играть потому что у него потенциал быстрого фарма то есть ты боже саппорт и быстрый фарм да как-то не укладывается но именно смотрите допустим если мы идем на центральную на данном персонаже то мы принципе очень быстро поднимаем мекку и аркану и можем поддерживать команду идти просто ломать все стороны и как видите эта игра это полностью подтвердила там как бы там нормально играли согласитесь и нехорошо играл очень много подлавливал убивал джиггернаут тоже что-то делал легион конечно не очень ли он саппорте был и как бы ну в арктике тоже вроде что-то я вижу у него по слотам сын тачки что такое но сларк сларк был просто опущен и мидлейни у него шансов принципе не было камбэк но были шанс камбэк но он неправильно тоже позиционировался но ничего страшного то есть понимаете смысл такой что вот конкретно в этой игре саппорт был в топе понимаете примерно понимаете в коре конечно данное персонаю персонажа немного немного можно сказать нового ну да интереснее больно бьешь как бы да ну купи во всегда интересно ребят но как бы понимаете саппорт более профитно и в нормальной игре на данные персонажи обязательно нужно support в общем ребят я я все принципе закончил гайд этот. Надеюсь, вам понравятся эти две прикольные игры. Ну, не настолько они, конечно, яркие, как обычно, но гайд, гайд. Я вам показал в этой игре, как нужно на данном персонаже играть и что ему желательно собирать. Плюс моя аналитика качественная и все. В принципе, все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Азиз. Обязательно пишите в комментах, кого еще хотели бы увидеть. Но, в принципе, я сделал уже, по-моему, 34 или 35 гайдов. Я уже точно не помню. И будут гайды, конечно, на всех героев. Не надо писать, а когда, то есть, ну, не никогда, а именно а где, а где, давай, скорее. А будет ли гайд на данного персонажа? Ребят, будет на всех. Всем спасибо за просмотр. С вами был Азиз и ваше здоровье.